Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. 340 или 500. Споры о тарифах за сбор и вывоз мусора продолжаются. Лучшие из лучших. В Чебоксарах стартовали отборочные соревнования WorldSkills. Писать по-русски. В Чуваши идет подготовка к тотальному диктанту. Глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в работе Совета приполномоченном представителе президента России в Приволжском федеральном округе. На заседании, которое прошло в Оренбурге, обсуждались меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти в борьбе с криминальной и теневой экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению. Помимо руководителей регионов ПФО, в разговоре участвовали представители МВД и других федеральных министерств, налоговой службы, Росстата, Росалкогольрегулирования. В среднем 500 рублей за кубометр. Такую цену сейчас установили перевозчики твердых бытовых отходов для управляющих компаний и ТСЖ за вывоз мусора в Чебоксарах и Новочебоксанске. Госслужба Чуваши по конкурентной политике и тарифам считает, что экономически обоснованная цена за эту услугу – 340 рублей. Но с этой цифрой не согласно управление Федеральной антимонопольной службы. УФАС даже вынесло предупреждение о прекращении необоснованного вмешательства в установлении цены по сбору и вывозу ТБО. Сегодня госслужба Чуваши по конкурентной политике и тарифам, представители администрации городов и перевозчики твердых бытовых отходов озвучили журналистам свое мнение. Представитель УФАС на встречу не пришел. 340 рублей – это та цена, по мнению госслужбы, по конкурентной политике и тарифам, которые должны платить перевозчикам за вывоз мусора в Чебоксарах и Новочебоксарске. Начиная с 2017 года, после установления цен тарифов для зауправления отходов, у нас пошли обращения от управляющих компаний, от населения, от просто организации, о том, что цена на сбор и вывоз утилизации увеличилась в разы, почти в 2,5 раза и составляет больше, чем 500 рублей. Перевозчики мотивировали рост стоимости услуг на сбор и вывоз. Это тем, что для зауправления отходов на Новочебоксарске были установлены тарифы за тонну. Организации, так скажем, воспользовались этой ситуацией для собственного обогащения за счет населения, мы считаем. Свою калькуляцию тарифа предоставило спецавтохозяйство. По данным перевозчика, цена в 500 рублей экономически обоснована. Перевозчик не может работать себе в убыток, и чтобы хоть как-то выживать, должна быть небольшая прибыль. Перевозчиков у нас порядка 13 в городе находятся. Мы вот просто общаемся, да, то есть это у кого-то 510, у кого-то 505. По 340 не готов никто, потому что это нереально. Я даже больше хочу сказать. В Новочебоксарске провели просто эксперимент, не будем называть, управляющая компания решила вывести сама и посчитать. Ну посмотрели, посчитали, прослезились, понимаете, и бросили все это дело. То есть заключили договор с перевозчиком. Поняли, что 500 рублей это в принципе обосновано. Управляющие компании, по мнению госжилинспекции Чуваши, в данной ситуации страдают больше всех. Тарифы на вывоз мусора пока входят в статью содержания жилья, и они были утверждены в середине прошлого года, и гораздо ниже той суммой, которую обслуживающая организация должна платить сейчас. Чтобы снизить свои затраты, управляющие компании либо сокращают количество контейнеров, либо сокращают услуги, которые они должны выполнять по дому. Это влечет за собой мусорный коллапс во дворах. Сейчас управляющая компания находится в безвыходной ситуации. То есть получается, по факту, если у них раньше, например, при старой стоимости вывоз мусора занимал, будем считать, от общих сборов по содержанию занимал примерно 10%, то есть сейчас увеличение платы доходит до 30%. Напомним, что сейчас в этой сфере действуют нормативы 90-х годов, когда на каждого человека предполагалось в год 215 килограммов мусора. Именно из этой цифры сейчас складывается цена на вывоз и утилизацию отходов. Сегодня в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чуваши изучают, сколько на самом деле мусора аккумулирует каждый житель республики. Актуальные цифры будут уже в конце третьего квартала года. Тогда же будет выбран региональный оператор по обращению с отходами, который будет отвечать за сбор и утилизацию и установит плату за эту услугу. Тогда же должны смениться и нормативы по стоимости за вывоз мусора. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня в Чебоксарах стартовал межрегиональный этап соревнований WorldSkills. На этот раз столица республики получила право стать отборочной площадкой для финального тура российского чемпионата. Он состоится в Краснодарском крае уже в мае. Кто претендует на путевку и как в республике развивают стандарты подготовки молодых профессионалов, обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Доказать свое мастерство в Чебоксары приехали лучшие из лучших. Все они стали чемпионами в своих регионах. Цена победы – путевка в финал. Бороться за нее молодые люди будут на протяжении недели. Итоги отборочного тура подведут 3 апреля. Очень много участников. Участники все достойные. Разные области, округа. Но мы будем стараться. Я обучаюсь по специальности аналитический контроль качества химических соединений. Поэтому участвую в этой компетенции. Конкуренция будет серьезная. В борьбу за первые места уже вступили более 30 участников из 26 регионов. В Чебоксарах определяют имена лучших специалистов в сфере электроники и лабораторного химического анализа. Отборочные туры проходят в 7 регионах страны. Там, где созданы центры компетенций. В столице республики полигон для подготовки молодых профессионалов появился в прошлом году. Сейчас мы активно готовим национальную сборную, чтобы она поборолась на всемирном чемпионате WorldSkills в 2019 году в Казани. Конечно, для нас очень важно создание таких площадок – это инновации. Инновации можно получать только на производстве. Для нас очень важно, чтобы наше производство было оснащено кадрами. Если нет кадров, нет производства, нет инноваций. И, к сожалению, мы тогда не имеем возможности развития перерабатывающей промышленности, вообще создающей промышленности как таковой. Именно в центре компетенции опробируют новые образовательные программы. Стандарты WorldSkills сейчас начинают применять и на предприятиях. Стандарты WorldSkills International применяются для оценки качества подготовленности выпускника учебного заведения. А с другой стороны, можно точно так же оценить умения уже работающих специалистов на своем предприятии. И определять направление развития, то, что модно называть индивидуальной траекторией развития специалиста, в корпоративной системе подготовки кадров. Сегодняшний специалист – это человек, который должен обладать умениями программирования на различных языках, умением пользоваться современным оборудованием. И все это больше сводится как раз к управлению автоматизированной системой. По мнению экспертов, формат подготовки молодых специалистов должен быть изменен кардинально. В республике уже реализуют непрерывную систему инженерно-технического образования школьников и студентов. В своем послании госсовету глава региона отметил, что для поддержки этого проекта из бюджета выделяют немалые средства. В прошлом году на создание условий для подготовки умных, целеустремленных детей, которым в будущем предстоит развивать экономику региона и страны, направлены колоссальные средства около полумиллиарда рублей. В 2017 году на эти цели предусмотрено более 300 миллионов рублей. Таких средств ранее мы никогда не направляли. В Чувашии продолжат проводить и региональные чемпионаты рабочих профессий. Количество их участников увеличивается каждый год. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. 1 апреля заканчивается кампания по представлению налоговых льгот. Каждый, кто владеет каким-либо имуществом, может заявить о своих правах на льготы и не платить налог полностью. До 31 марта о своем праве на льготу по уплате имущественных налогов могут заявить жители Чувашии, у которых такое право появилось в этом году или те, кто не воспользовался им ранее. Льготу могут получить пенсионеры, инвалиды, военнослужащие, участники войн. Полный список опубликован на сайте налоговой службы в сервисе справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам. В случае, когда у льготника есть несколько объектов недвижимости, то льгота будет предоставлена только по одному из них по выбору гражданина. Если же собственник не сделает выбор, то налоговая служба сделает это самостоятельно. Владельцы недвижимой объекта, земельный участок, транспортных средств, которые за 2016 год впервые имеют право получить льготы, они до 31 марта текущего года должны заявить свое право на получение данной льготы по имущественным налогам. Кто, соответственно, не успел непосредственно данную льготу заявить, будет формироваться уведомление в базе данных налогоорганов в честь именно объекта, у кого сумма больше именно к начислению налога. А остальные объекты будут облагаться. В городскую казну прибыло, а киосков на улицах города убудет. Чебоксарские депутаты собрались на 18-е очередное заседание. О главных темах повестки дня Ольга Пырочкина. Таких аншлагов, когда сидячих мест хватило далеко не всем желающим поприсутствовать на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов, большой зал городской администрации не видел давно. Интерес чебоксарцев вызвало не пополнение городской казны, а она выросла на 1 миллиард 751 миллион 489 тысяч рублей. И не изменение в вопросах налогового поступления, хотя депутаты своим решением освободили городские предприятия, которые производят молочную продукцию от налогов на определенный срок и при соблюдении определенных условий. Ажиотаж создали те, чьи интересы затрагивают планируемые изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов, проще говоря, ларьков и киосков. Согласно новому варианту документа, многие оказались вне закона и подлежат сносу. Предприниматели подчеркнули, на пользу казне это не пойдет. На территории города Чебоксар сократятся не только инстационарные торговые объекты, но и количество предпринимателей, что повлечет за собой соответствующие последствия, связанные с финансовой составляющей, именно в части бюджета города. Мы усыпаем и предлагаем собранию депутатов обратить внимание, что схемы должны утверждаться действительно опытными местными самоправления, но при этом данные схемы должны учитывать интересы не только административного большинства, скажем так, административной власти, но и самих предпринимателей и также горожан. Представитель администрации Чебоксар считает, что думать надо не только о казне. Мы с вами живем в современном, стремящемся к лучшему городу. Поэтому архитектурно-планировочный стиль города, он здесь также очень важен при принятии решений. Депутатский корпус, как водится, раскололся на два лагеря. Я предлагаю отложить этот вопрос, решить оперативный вопрос по закрытию тех точек, которые невостребованными оказались, и посмотреть по тем точкам, которые реально работают. Может быть, там стоит, наоборот, если нормальный предприниматель, если нормальную деятельность осуществляет, может, наоборот, стоит помочь оформить все документы и оказать содействие в развитии бизнеса. Мы проанализировали предложения глав районов, Московский, Ленинский, Калининский район, посмотрели жалобы, какие были. Наверное, невозможно учесть все интересы, но максимально я считаю, что депутаты прислушались и сохранили те нестатарные объекты, которые останутся в схеме. Спор разрешился голосованием. 21 депутат за изменение в схему, 9 против. Как ни странно, присутствующие предприниматели решение восприняли спокойно. Быть может, потому что у многих из тех, чьи объекты не оказались в новой схеме, давно истек договор аренды места. Ольга Бырочкина, Сергей Адушкин, Республика. Чебоксарский аэропорт увеличивает количество рейсов. Кроме того, изменилось расписание вылета в Москву авиакомпании «ЮТЕЙР». Новое расписание вылетов авиарейсов утвердили в Чебоксарском аэропорту. Самолеты будут летать в Москву, в аэропорты Внуково и Шереметьево, а также в Санкт-Петербург, Симферополь, Анапу, Сочи, Уфу, а также Турецкую Анталию. Расписание пока временно, в нем возможны изменения, а ознакомиться с ним можно на сайте Чебоксарского аэропорта. Журналисты и блогеры Чебоксар собрались на крыше одного из городских зданий, чтобы провести эксперимент. Какой? Репортажа Ольги Пырочкиной. На крышах нынешних многоэтажек живет не Карлсон, а множество антенн и разного оборудования, в том числе базовых станций операторов сотовой связи. Они нужны, чтобы обеспечить абонентам качественную связь и интернет. Однако у некоторых людей они вызывают недовольство. Мол, соседство с этими источниками излучения может сказаться на здоровье. Чтобы разобраться в ситуации, мобильный оператор Мегафон обратился в Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашии, чтобы совместно замерить уровень электромагнитного излучения от антенн базовых станций. Специальные приборы измеряют плотность потока энергии. Согласно нормативам, она не должна превышать 10 микроватт на квадратный сантиметр. На верхнем этаже в помещении, то есть непосредственно под станцией, от этих 1,9 микроватт остается практически ноль. Впрочем, категоричных заявлений специалисты не делают. Прибор показывает верхнее значение, текущее значение в данную секунду. И максимальное за все время измерения. Вот две минуты мы измеряли и продолжаем измерять. Как нормы? Нормы 10. Нормы 10. Максимальное было зафиксировано 1,2. От перемены марки прибора результат не поменялся. Ну вот, среднее было 0,25. Среднее значение. Микроватт на сантиметр квадратный. Так, а максимальное нас обычно интересует. 1,9 было. На верхнем этаже в помещении, то есть непосредственно под станцией, от этих 1,9 микроватт остается практически ноль. Впрочем, категоричных заявлений специалисты не делают. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения несколько раз меняла свое мнение о вреде или безвредности излучения от базовых станций сотовой связи. Последнее решение Всемирной организации здравоохранения все же это вред от базовых станций не доказан. Базовые станции стоят не везде. А вот следующий прибор есть почти. В каждой квартире микроволновая печь. Что показывает у нас? Ну вот 23 было зафиксировано максимально. А так примерно от 10 до 12. Заканчиваем эксперимент измерением излучения от предмета, с которым большинство неразлучны весь день, а иногда и ночь. Речь про телефон. Результат таков. Если у вас до сих пор не смартфон, а более старая модель, лучше обновить. Было зафиксировано 2,7 в момент подачи звонка. Можно видеть на экране, что звонок пошел. И значение максимальное. 0,1. То есть 0,1. Результаты утешительные, если учесть, что 89% детей в России пользуются именно смартфонами. Такие данные привели представители мегафона на подведение итогов за 2016 год. Среди других важных цифр – доступность быстрого интернета для населения. Пакетный тарифный план. Предметом нашей особой гордости является то, что на данный момент 70% населения Чувашской республики могут пользоваться услугой ЛТЕ. Это передача данных с очень быстрой скоростью. На данный момент эта услуга доступна у мегафонов 15 населенных пунктов. Это все 9 городов Чувашской республики и 6 районных центров. Иными словами, республика стала на шаг ближе к полному устранению цифрового неравенства. А пользоваться ли этими благами цивилизации или сторониться излучения – решать вам. В детском технопарке Чебоксар объявлены квантрикулы. Сейчас на курсы может записаться каждый желающий и познать что-то новое. На один из уроков к юным исследователям заглянула и наша съемочная группа. Ученик 2-й гимназии Дима Фомин в команде кванториума «Новичок». Впервые младшеклассник пришел сюда месяц назад, но после нескольких занятий решил, что останется здесь надолго. Сейчас он постигает азы робототехники. Это было специальное задание по инструкции собрать и изучить это. Да, было довольно-таки легко собрать это. Ну, потому что пока что это легкие механизмы мы изучаем. Собственного робота продолжает собирать и 7-летний Миша. На уроке в кванториуме царит особенная атмосфера. Ведь таких предметов в школе не преподают. Я делаю машину. А из чего делаешь? Как делаешь? Расскажи-ка нам. Я делаю, ну, это сложно сказать, но я сделаю что-то типа машины. В данном кружке он получит новые навыки, которые сможет использовать в дальнейшей своей жизни. А вот такая не нужна. Использовать, может быть, это будет связано с его будущим. Создать что-нибудь интересное и нужное для человечества. Ученикам робототехнических курсов фантазии не занимать, говорят преподаватели. У меня робот-слон. Дети его у нас собрали, запрограммировали. Этот слон у нас ходит, поднимает грузы своим хоботом, начинает издавать звуки традиционные для слона. Вперед-назад пока ходит. Ну, дети у нас развиваются. Думаю, в дальнейшем, может быть, еще какие-нибудь действия запрограммируют. Собирают и мотоциклы, и снегоуборщики. И вот фантазия, если не ограничена, то есть главное, вот действительно, мы замечаем, потому что очень много приходит конкурсов, проект, конкурсов, где нужно участвовать со своими проектами. Вообще, воспитанники Кванториума сейчас вовсю готовятся к Республиканской олимпиаде по робототехнике. Ее победители получат путевки на всероссийский этап, который состоится в Татарстане. Многие соревнования-то командные, и детей надо научить работать в команде. Поэтому мы это практикуруем. Иногда они с одним работом, ой, набором вдвоем. Мне нравится то, что они, стараюсь давать им больше возможностей, вот это удивляет то, что они сами выступают уже как преподаватели. Если кто-то дальше ушел, он помогает более тому, кто опоздал, опаздывает, не успевает. Увлекательные уроки проходят и в классе юных химиков. В учебной программе большое количество опытов, к примеру, как в лаборатории вырастить кристаллы. Сейчас мы добавляем соль в раствор, и она будет перемешиваться. Когда соль полностью растворится, мы будем фильтровать. С помощью фильтрации переводится... Отделяем соль с магнитом в другую колбу. В итоге, чтобы получилась жидкость, с помощью которой в дальнейшем вырастет кристалл. А эти ребята теперь смогут ответить точно, для чего необходима ньютоновская жидкость и как ее создавать. Мы брали обычную воду, чистую воду, и взяли крахмал. Воды нужно больше, чем крахмал. Примерно в два раза. И просто все это размешать. Ньютоновская жидкость не принадлежит закону Ньютона. Когда ты ее сжимаешь, она становится твердой. Когда ты ее отпускаешь и расслабляешь, она превращается в жидкость и растекается, как вода. Сейчас Кванториум является одним из крупнейших технопарков страны. За год здесь планируют обучать более 400 ребят. Учебная программа насыщена, а уроки проходят и на каникулах, и в выходные дни. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Андрей Спиридонов. Республика. В Чувашии, как и по всей России, пройдет традиционная акция «Тотальный диктант». Уже известна дата. 8 апреля в 15 часов. Текст составил писатель Леонид Юзефович. Проверить свои силы в знании русского языка может каждый. Что для этого необходимо, смотрите в нашем сюжете. В столице республики подготовка к диктанту подходит к завершению. Желающие еще могут успеть на заключительные бесплатные занятия по изучению правил русского языка. Они проходят каждую пятницу в 18 часов в Чигу имени Ульянова. А также попробовать свои силы в конкурсе «Народный диктатор» и стать главным действующим лицом масштабной акции – диктором. Для этого участник должен записать видео своего прочтения текста диктанта и разместить на странице ВКонтакте «Тотальный диктант» в Чебоксарах. С каждым годом количество участников становится все больше и больше, потому что интерес к русскому языку, к проблемам сохранения грамотности в обществе растет. И в последние годы русский язык воспринимается как то, что объединяет русский народ, то, что важно для сохранения национальной самобытности жителей нашей страны. В Чебоксарах будут работать пять площадок. Основная – в Чигу имени Ульянова. Туда можно прийти без предварительной записи. А вот чтобы попасть на участки в Национальной библиотеке, 31-й школе, гимназии номер 6 и в детском центре имени Гайдара, необходимо пройти регистрацию, которая начнется с завтрашнего дня. «По России в этом году участие в «Тотальном диктанте» примут более 800 городов. Ожидается, что будет около 200 тысяч участников. И в нашем городе, как правило, число участников на уровне 500 человек. Но мы надеемся, что в этом году, с учетом увеличения количества площадок, с учетом повышения интереса, народу будет больше». Написать диктант можно будет также в режиме онлайн на сайте totaldict.ru в ходе прямой трансляции. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Занавес поднят. В Чувашском драматическом театре подвели итоги 18-го конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес». Кто стал победителем, узнаем далее. Десятки выходов на сцену, сотни зрителей и тысячи аплодисментов. У каждого знаменантов достойные шансы на победу. Неделю конкурсная комиссия отсматривала представленные постановки. В этом году в состав жюри впервые пригласили театральных критиков из других регионов – Ульяновска, Уфы и Москвы. Лучше всех на самом деле показала себя опера. Оперный театр, где все компоненты спектакля были на высоте. Очень приличный состав танцоров. Очень приличный балетмейстер, замечательный художник. Очень неплохо показал себя тюз. Русский театр очень приятное впечатление оставили. И артисты, именно актеры. Как мне кажется, очень сильная труппа. Ну а с остальными я уже знакома и с удовольствием всегда смотрю все спектакли знакомых коллективов Чувашских. Девять постановок и семь номинаций. Лучшая эпизодическая роль, лучшее музыкальное оформление спектакля, лучшая сценография. Лучшая женская роль досталась Эмилии Назаровой, которая сыграла себе петь в спектакле «Во мне душе пихомбара». Лучшей мужской ролью признана роль мага из «Отеля двух миров» в исполнении Бориса Кукина. Лучший спектакль года – Данил Салимбаев. Лучшим спектаклем признан балет «Спящая красавица» в постановке Данила Салимбаева. Новое прочтение классики. Его премьера в прошлом году открыла международный балетный фестиваль. Я первый раз номинируюсь на эту премию и соперники у меня были очень достойны. Это работа не только одного человека, это работа большого коллектива. Это работа и бутафоров, и тех, кто пишет декорации, художника, и всех творческих мастерских. Конечно, музыкальный очень серьезный материал, Чайковский все-таки. Это работа и оркестра, и дирижеров. Конечно, работа балета. В итоге награды распределились так. Русский драматический театр и театр кукол получили по две номинации. Театр юного зрителя, Чувашский драмтеатр и театр оперы и балета – по одной. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов. Республика. Лана Прусакова стала чемпионкой России в слоуп-стайле. Сегодня в Миассе завершился чемпионат страны по фристайлу и слоуп-стайлу. Накануне Лана выиграла Кубок России в этой дисциплине, а в начале марта вошла в число 20 лучших слоуп-стайлеров мира. В начале апреля подопечная Никита Васильева выступит на юниорском первенстве мира. Таким был этот вторник. Глазами корреспондентов программы «Республика». Наши новости и программы смотрите на сайте ntrk21.ru. А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. И до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова